Как там? И говорю, что я говорю, с деньгами совсем херово. Он такой, да, я тебе вот должен. Они говорят, пропиарь мой канал, я твой подписчик. Бабки из Жека соберут, да они, хрен от них дождешься. Привет, здорово. Полторы тысячи рублей полчаса. У меня дорогое время. Да, 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 да. Какой выбрал? Сейчас скажу. У меня ноут будет, сейчас скажу. Сейчас скажу какой, сейчас скажу какой. Поставьте плюсик, кто хочет завтра обзор ноута посмотреть в перископе. Он такой, ну не самый дорогой, конечно, но солидный. Я выбрал себе ноутбук Asus G751GL. Кстати, я последний, видимо, и забрал. Вот такой. Вот такой, что по характеристикам. i7 16 RAM. Круто, что SSD-шный, жесткий. Да, 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 не удивляйтесь. 17,3, соответственно, дисплей. Вот. Ну и видюха, насколько я понимаю, тоже крутая. 965 для ноутбука это очень крутая видюха. Вот такой вот ноутбук. Но больше его нет. Я бы ему зас... Ну какая-то такая, около сотки стоил. Вот, мне сезонно пришел, но просто я же сам на почту не хожу, у меня ходит первый помощник мой. И он мне принесет завтра или послезавтра. Лучше бы макбук взял? Нет, не лучше. Я посмотрел характеристики макбуков. За сотку нормальный макбук не взять. Макбуки стоят очень дорого. Я вообще не уверен в технике Apple. Мне кажется, техника Apple это одни понты. Я могу просто сказать вам, вот, сравниваю iPhone и Nexus 6P iPhone. Честно, я очень жалею. Ну, не очень жалею, но думаю, что я лучше Nexus бы взял, правда. Да. Зачем мощный такой? На мощном компе приятнее работать. Что думаешь насчет YouTube про это? Хорошая штука. Согласен. Расскажи про заработок в Инстаграме. Да я слабо разбираюсь, но видел, пацаны продвигают Инстаграм. Наверное, в Инстаграме можно, продвинув свой аккаунт, продавать какие-то инфокурсы, продавать какие-то книги, товары. Видел, вот, из тех, у кого подписано в Инстаграме, издательство, книги свои пиарят в Инстаграме. Нормально заходят, делают красивые фотки. Не вижу никакой, ну, то есть, в Инстаграм вполне себе обычная рекламная площадка. Не вижу ничего, как бы, такого супер уникального в ней. Какой-то фишки. Почему не отвечаю? Потому что я не должен тебе отвечать. Я не увидел вопрос, но... Какие тренды будут в 2016 году? Я готовлю большую презентацию на эту тему. Уже потратил на нее 2 часа. Много интересных трендов на YouTube, много интересных прикольных штук. Ну, какой-нибудь один тренд могу спалить. Реакции. Очень сильно заходят реакции. Вот, но готовлю презентацию, да, она будет в четверг приходить в 7 часов. Стоит ли получать партнерку? Нет, не стоит, не подключай. 1 тысяча долларов серых каналов вебинар можно купить у меня. Матвей Северянин меня зовут в ВКонтакте. Привет с Краснодара, здорово. Сходки делать? Да, пожалуйста. Консультация любая стоит полторы тысячи, полчаса. Любая. По армии, по заработку в интернете, по заработку на YouTube. Просто по жизни полторы тысячи, полчаса. Есть ли смысл покупать рекламу для серого канала? Да, есть. Зависит от того, какой у тебя там контент. Очень важно понимать. Чего так дорого? Да недорого это. Берут, понимаешь? Дорого это когда ты хочешь продать, не берут. А когда у тебя берут 2-3 консультации за сутки, парятся. Просто вот смотри, когда я продавал консультации по 1000 рублей полчаса, у меня брали в сутки 3, 4, 5, иногда 7 консультаций. Я реально запарывался. За 7 штук, блин, работать, сидеть 3,5 часа, 4. Устаешь. Консультировать не очень легко. Сейчас я сделал цену полторы. Скажу честно, продаю консультации меньше. 2-3 в сутки. Обычно 2. Но я за трешку час отработал спокойно и все. Чем сидеть весь день консультировать. Заказал книгу Трейси. Ну, Трейси интересный автор, да. Трейси интересный. Трешка в час абсолютно нормальная. Ты посмотри, сколько берут, допустим, другие тренера. Поверь мне, трешка в час это очень еще по-божески. Лучше зарабатывать на Твиче или на Ютюбе? Ну, довольно очевидно. Я уже много говорил, что новичку проще стартовать на Ютюбе. Если вы девочка красивая, то проще стартовать на Твиче. Но без бюджета везде стартовать тяжело. Да, могу скинуть видео о серых каналах. Пиши ВКонтакте. Будет стоить 2000 рублей это видео. 2000 рублей стоит курс по серым каналам. Канады Новский. Но там фишка в том, что если ты берешь за двушку курс по серым каналам, и у тебя за полгода по этим советам не получится сделать серый канал, то мы тебе деньги вернем. Не знаю, что за хайп вокруг Мэдисона и Карины. Если ты красивый мужик, твич тебе не подходит никак. Никак! Что думаешь насчет продажи каналов? Вообще продажа каналов это очень мутное дело. Вот продажа контента это интереснее. Вебинар в четверг в 19 ему стоит 900 рублей. 900 рублей стоит он до всего. Что нового в хаде? Пока ничего. Да у меня возникла идея. Поскольку что-то с тачкой я как-то, ну не знаю, мы просто, говорю, ходили в салон реношный. Походили вокруг Дастера за миллион. Посмотрели на него, посмотрели. Я говорю, блин, что серьезно, будем Дастера новый за миллион брать? Он такой, не думаю. Так что я думаю, что мы, наверное, квартиру, скорее всего, возьмем к лету, если все хорошо, а Дастера не будем брать. Так. Почему студию веб-дизайн закрыл? Потому что это очень много геморроя и мало денег. Ну, на студии веб-дизайна зарабатывать там 200 тысяч в месяц довольно сложно. На YouTube проще намного. Нет, тачки у меня нет, я езжу на этом. На такси, меня устраивают. Зачем они еще квартиру? Да недвижка всегда хорошо. Сейчас же кризис, опять же, не забывай. У людей денег нет. Надо деньги куда-то вкладывать. Во что вкладывать? В доллары? Да ну нахрен. Доллары ненадежно. Это на 2-3 года надо вкладывать. Евро тоже. Куда деньги-то вкладывать? В машину. Машины. Из салона выехал. 10% по статистике сразу теряет стоимость. Нахрен нам нужно? Транспортный налог огромный в России. Не знаю, у нас такси нормально ездит. Надо хату брать. Как у тебя получается снимать по играм и не думать о игре? Легко. Мне вообще играть не очень интересно. У меня другие. Какой вид рекламы на Ютьюбе самый эффективный? Реклама секунды на 15-20. Да, там видеокурс. Курс про харизму стоит, ну не знаю, 400 рублей давай. Сегодня готов за 400 продать. О чем тебе нравится думать? Юлечка, солнышко, а тебе? Папина принцесска, моя ты радость. Таких нет реклам в лог. Ну хорошо, если в твоем мире нет реклам на 15 секунде, то в твоем мире, наверное, их нет. Ну смотри, дело в том, что насчет долларов, ну как бы я вообще не очень в теме, но насколько я знаю, насколько я слышал, есть смысл сделать валютный вклад на 2-3 года. А сейчас ситуация настолько нестабильная, что нет гарантии, что доллар вырастет еще. Привет, здарова, здарова, привет, привет, здарова. Привет. Как покупать рекламу, чтобы не кинули? Может договор оформлять, например, на покупку рекламы? Тогда не кинут. У нас можно будет покупать рекламу совсем скоро, легально, то есть полностью легально, абсолютно. То есть там договор будет на сайте заключаться, вся фигня. Вот сейчас юрист работает над этим. Деньги заплачены. Я думаю, что если все хорошо, через пару недель будет готово. Покупать рекламу у нас мы не кинем, у нас легально будет. Полностью легально. У нас и сейчас как бы четко все, но будет прям договор, все, то есть. Летом сотка будет доллар? Может быть. Может быть. Может быть, ребята, ничего не могу сказать. Может быть. Не разбираюсь. За месяц миллион рублей? Ну это не очень. Ну это как бы реально. Не могу сказать, что это совсем легко, но это, в принципе, реальная цифра. Я представляю, как это зарабатывать. Вот 10 лямов за месяц я пока не представляю в этом бизнесе. Лям за месяц, ну, вполне нормальная сумма, реально, более чем. Да, привет, здорово. Мне другие вещи сейчас интересны, не игры. Есть ли смысл покупать рекламу у канала в другой тематике, если очень дешево, если тематика хоть немножко схожая, другая, но схожая? Почему не зарабатывал миллион за месяц? А ты знаешь, сколько я зарабатывал? Не, в лям за месяц я не зарабатывал, врать не буду. Именно сейчас мешает лям за месяц зарабатывать несколько факторов, но, в принципе, мы с ними разбираемся. Немножко проблемы у нас с сотрудниками. Чуть-чуть проблемы. У меня будет пару надежных ребят вот здесь, в городе. Я даже знаю, на какие должности. И можно выйти на лям через месяца два спокойно. Не, ребят, могу быть сотрудником, мне неинтересно. Те бичи, которые мне пишут вконтакте, без опыта, которые ничего не умеют, мне неинтересно, простите. Да, цена на прошедший вебинар такая же. Вот Юлю я бы взял сотрудником. Когда начал работать? Работать начал в 14 лет. Как дела у Канадена? Отлично, сегодня разговаривали. Все хорошо. Все хорошо. Замечательно все. Завтра будет, кстати, этот вебинар у Канадена в 7 часов, да? Во сколько я заработал первый миллион? Не знаю, очень сложно посчитать. Имеется в виду, чисто доход мой в карман? Или просто... Просто вообще вал, оборотка? Просто в карман? Не знаю, наверное, получается... Но получается поздно, получается в 22 года. Наверное, так получается, да? Юля, моя ты радость. Все, ребят, я ушел. У меня в 7 часов вебинар. Спасибо всем, кто будет на вебинаре. Встретимся на нем. Сегодня будем обсуждать интересную тему. Как я и говорил, всем удачи. Сейчас моя консультация стоит 1500 за полчаса. Как я и говорил, цены будут только расти. И, скорее всего, в следующем месяце они будут еще дороже. Потому что спрос большой, советы полезные. Ну, как бы, можете ждать дальше. Удачи! Пока! Счастья, здоровья!